Инстакулинария Которого люди знают, доверяют, либо это медийная личность какая-то Мы запустили эту серию То есть получается у нас такая первая на российском рынке Где именно инстаграмеры Известные девушки Со своей аудитории Будут выпускать Книги со своими рецептами Главная особенность этих книг Что там просто потрясающие фотографии Потому что они фуд-фотографы И достаточно известные в России Ориентируются на западных блогеров Потому что на западе эта тема уже идет давно Может быть вы знаете Есть книга на кухне у Кэти Это вот наверное такой столб этих Блогеров-фудфотографов Девушка, которая тоже начала Просто фотографировать для себя И это превосло у нее нечто большее Мы книгу выпустили И я заметила, что многие наши российские Блогеры, они также ориентируются Именно на нее, на ее стиль Хотела рассказать про одну из девушек Это Настя Понедельник Она известна своим блогом Monday Delight или Вкусный Понедельник У нее будет две книги в этом году Одна про Готовим за 30 минут Рабочное название Готовим на раз-два И вторая книга про праздничные блюда Она будет уже находить ближе к Новому году У нас есть предварительный вариант обложки Вот с такой замечательной клубничной галетой И также у нас были вот такие варианты Это если интересно, как мы работаем Мы создаем несколько вариантов разных обложек Вот такие вот с мясом Но посчитали, что все-таки клубничная галета заманчивая Особенно для женской аудитории, которая будет являться читателями этой книги Вот один из разворотов Это у нас вот такой макет С прикольной сырой курицей Хоть она и сырая, но выглядит очень аппетитно Настя ведет свой блог, как я уже сказала Также она опубликуется в разных журналах Ну и количество подписчиков в Инстаграме У нее порядка 100 тысяч, даже уже больше Еще одна книжка Это у нас книга Анастасии Зурабовой Под названием, начнем с десерта Вот у нас уже утвердили вот эту обложечку Тут вот даже подпись нашего директора есть Это значит, что он окей, согласен Автор мне тоже ее почти утвердила, можно сказать Так что я думаю, если она изменится, то совсем чуть-чуть Вот эти печеньки с иммдемсом Это такое, скажем, коронное блюдо Анастасии Зурабовой Которое ее многие знают То есть именно этот рецепт обычно у нее все просят И говорят, скинь, скинь, пожалуйста, так классно, здорово и так далее Расскажу про Анастасию Зурабову Она является главным редактором журнала Russian Food Это первый кулинарный онлайн-журнал Который только на просторах сети доступен И они именно начали собирать новых блогеров Эту новую волну То есть не старых, где как-то писали в ЖЖ только А именно, которые уже и фуд-фотографы, и блогеры И все в одном лице Ее журнал достаточно успешен стал за два года И сама она занимается и фуд-фотографией И отлично готовит она, и мамы, и все на свете В общем, такая очень активная личность И все девушки у нас уже нямки не нужны Вот, а тоже еще вариант у нас были такие с маффинами Вот такой вариант с пирожком Все-таки решили остановиться на печеньках, наверное, потому что это что-то необычное новое Такого еще реально не было Вот И есть у нас еще несколько разворотов макетов Макет у нас очень красивый, мы прям все этим гордимся И на самом деле тут большая работа идет И автора, и редактора, и особенности художника Потому что художник это все делает И, наверное, сидит часами Потому что именно над этими книгами получается очень тяжело работать Это кропотливый труд Ты иногда создаешь сетку макеты И потом шлепаешь каждую страничку А тут, получается, ты создаешь каждую страничку заново Подбираешь фоны, фотографии и так далее Вот такие вот у нас есть Ну, тут, конечно, очень потрясающие фотографии Поэтому они играют большую роль в книге У нас есть уже рабочее содержание В книге будут рецепты кексов, печенья, маффинов, брауни, пирогов и так далее Вот, например, у нас у нас какие-то печеньки Содержание Слояно-тыквенный кекс Я знаю, что многие не очень относятся к любичке из тыквы Но мне кажется, он выглядит просто так роскошно Что многие его захотят тут же испечь У нас идет вплотную работа над книгами этими И я очень надеюсь, что мы в октябре запустим эту серию И она у нас будет достаточно успешной